Светлана С тех пор заботу о своей коже доверяет специалисту. Признается, женщине хочется оставаться привлекательной вне зависимости от возраста. Я не делаю уже маски сама, они мне просто не требуются. И у меня нет прыщей. Кожа чистая и ровная. Не буду говорить, сколько мне лет. В моем возрасте каждая женщина обязана это делать. Все-таки чувствовать себя молодой – это очень здорово. Сегодня по плану биоревитализация. Процедура инъекционная, поэтому пациентам с низким болевым порогом проводится обезболивание кожи лица. С этой задачей прекрасно справляется крем на основе лидокаина. После его нанесения нужно подождать 15 минут, чтобы средство подействовало. В одном шприце один либо два миллилитра. Я препарат распределю, куда он больше всего необходим. Вокруг глаз его нельзя делать, потому что это киалуроновая кислота, а у пациентки глаза отекшие. Вещество вводится в глубокие слои дермы. На поверхности сразу образуются папулы. Небольшие уплотнения, наполненные гиалуроновой кислотой. В организме человека она выполняет важную функцию – притягивает молекулы воды и удерживает их в тканях. Это способствует выработке белков, отвечающих за молодость кожи, эластина и коллагена. После процедуры эффект, как говорится, налицо. Причем в прямом и переносном смысле. Морщинки разглаживаются, кожа становится упругой и подтянутой. По словам специалистов, уходовые кремы проигрывают уколом красоты. Они увлажняют и защищают только верхний слой кожи от вредного воздействия солнца. Большая часть активных компонентов, входящих в их состав, не может проникнуть глубоко. А значит, какого-то яркого эффекта можно не ждать. И только инъекционные процедуры, они воздействуют на дерму, уменьшают возникновение пигментации, увлажняют кожу, разглаживают морщинки и цвет лица становится более здоровый. Вот уходит эта тусклая серость кожи. Сегодня гиалуроновая кислота широко применяется в косметологии. Она безопасна и редко вызывает аллергическую реакцию. Но если все-таки сомневаетесь, попросите врача сделать пробу на запястье. Тут вот прокалывается эколочкой и поверхностно вводится препарат. Вот и пациент уходит и на следующий день приходит. Если все бесследно, кожа чистая, без покраснений, то аллергии нет. После процедуры биоревитализации следует соблюдать ограничения. На 2-3 дня отказаться от использования тонального крема, неделю не посещать сауну и спортзал. Умываться лучше прохладной водой. При этом использовать нейтральные гигиенические средства. Также на здоровье кожи влияет питание, напоминают врачи. Важно внимательно следить за своим рационом. Ежедневное меню должно включать достаточное количество полезных продуктов. Необходимо повышать витамины А, Е и С, так как это и антиоксиданты, и очень хорошо сказывается на состоянии кожи. Можно в свой рацион добавить больше овощей, больше фруктов, которые есть на прилавках, не совсем только количество могут содержать, но тем не менее. Больше рыбы жирные, там очень много омега-3 жирных кислот и омега-6 жирных кислот. Можно орехов добавить, злаковых, к примеру, тоже большое содержание витаминов. Настоящий эликсир для молодости кожи – это свежий воздух. Пешие прогулки позволяют получить достаточно кислорода. От этого на лице появляется легкий румянец, а человек приобретает отдохнувший вид. Ксения Баканова, Константин Головин. События.